Алушта Город живет, тут много родних Мой бойфренд захотел приехать в Алушту, так как мы до этого отдыхали уже здесь Нравится, что позитивные люди, очень позитивная обстановка, море, пляж Не нравится то, что это заканчивается с приходом зимы Потому что Алушта это клево Чем именно? Потому что это Алушта, здесь можно и работать, и отдыхать, как мы это делаем В Ялте я могу идти, через метр у меня есть мусорка Через метр, а тут я их не могу найти Я люблю чистоту, а я ее тут не нахожу Потому что здесь люди отдыхают, получают удовольствие, дышат самым свежим воздухом в мире И почти субтропический климат у нас Не нравится мне, наверное, что здесь очень много платных пляжей Бесплатных пляжей буквально минимум Один в одной стороне, второй в другой стороне А нравится тем, что море чистое, большие такие хорошие пляжи, камешек один Я нашел, кстати Современная молодежь едет в Крым купаться в море и загорать или все-таки ходить в клубы и знакомиться? Я думаю, что, скорее всего, в первую очередь на пляж, на море, а там как получится? Ну, лично я за гора купаться Я думаю, на пляж, где есть клуб Ну, если это молодые девочки, то они по-любому едут сюда потусить с парнями, когда они приезжают сюда без парней Это сто процентов А как они тусят? Да, обычно набухаются или же с парнем знакомятся Это сто процентов Смотря какой пляж, смотря какой клуб Они начинают только бабьянки Поэтому я их не уважаю А есть какие-то? Я уважаю правду Я бы выбрал вечером пойти в клуб на самом деле Я как диджей, наверное, предполагаю, что все-таки люди приезжают сюда позагорать, покупаться, это само собой Но ночные клубы – это неизбежная часть любого отдыха, это неотъемлемо Поэтому, в любом случае, мне кажется, для молодежи перспективнее, мне кажется, будет все-таки ночная жизнь У вас когда-нибудь были курортные романы? Нет, не было А как они обычно начинаются? Ну, я думаю, что как раз из какого-то знакомства, наверное, все-таки в клубах больше, чем где-то еще Как вы думаете, приводят ли курортные романы к чему-то серьезному? Есть ли у курортных романов какие-то серьезные предложения? Ну, думаю, да Скорее всего, нет Люди из разных городов редко встречаются Честно, не было курортных романов, потому что я предпочитаю долговременные отношения Бывают серьезные предложения у курортных романов? 2% из 100% Как обычно начинаются курортные романы? Обычно сидят парни на парапете на лавочках, девочки, привет, привет, а что вы бухать будете? Ну, да, нормально все Ну, как обычных людей И что бухаете обычно? Ну, коньяк, водка, ведь на водку не ведемся, если парни водка, значит, они дешевые Ха-ха-ха, нормально вообще Ха-ха-ха Я считаю, логично, если ты обмануешь, обманом и заканчивается, ну, как бы, расстаешься ты из-за обмана И логично и с обманом начинать А как ты обманываешь девушек, что ты говоришь? Я говорю, что у меня дача, отели, машина крутая, вот-вот сейчас подвезу гостиницу И, тем не менее, она хочет со мной побыть вместе, а после она понимает, что это все обман Ну, как бы, вот так примерно Получает массу впечатлений, сексуальных удовольствий и рада, в принципе, остается Только огорчается то, что у меня нет вилл, машин и тому подобное Ну, ребята, давайте будем реалистами Чем начинается курортный роман? Эй, детка, привет, все заканчивается на берегу моря Два пластмассовых стаканчика, бутылка шампанского и якобы феерическое завершение Какое событие этим летом для вас стало самым главным? Этим летом сбылась одна из моих, одна моя мечта, которая была давно, но я не могу ее рассказать Я познакомилась с моим молодым человеком Покажи молодого человека Ни хера не была главной, все было как обычно Это лето для Алушты Очень плохое Почему? Потому что мало людей ходит Потому что, если честно, я вот бывал в многих странах Бывал в многих странах Тут дистанциональное жилье уже бухает людей Я могу вас пригласить в Дубай, либо в Шар-Мишчех, в Египет И будете меньше платить в трех, либо четырех зернашном отеле День рождения моей и моей девушки И все День рождения День рождения День рождения День рождения День рождения День рождения